В течение столетий полет за пределы Земли казался людям непреодолимой мечтой. Пока однажды Юрий Гагарь не воплотил эту мечту в реальность. 108 минут вокруг нашей планеты сделали его человеком-легендой, кумиром поколений. Триумф, который испытала советская космонавтика 12 апреля 1961 года, не забытый сегодня. Конечно, теперешних школьников чем-либо удивить сложно, ведь полеты в космос уже не что-то из ряда вон выходящее. Тем не менее, участники мероприятия в одной из городских библиотек историю знают и о легенде космонавтики высказывают свои собственные суждения. Любой герой, если мы посмотрим в прошлое, был настоящий патриот. То есть, второе, он должен быть смелым. Без смелости навряд ли ты будешь героем. Третье, человек должен быть храбрым и бороться за свою идею. Конечно, все наши дети, я думаю, знают, кто такой Юрий Алексеевич Гагарин и за что мы его помним, любим. Наши подростки находятся в таком сложном возрасте, когда очень правильно расставить для себя нужные ориентиры. И, конечно, мне кажется, пример подвига жизни Юрия Алексеевича Гагарина очень важный, нужный, правильный. Встреча, посвященная 80-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина, состоялась в рамках партнерских отношений библиотеки имени Максима Горького и представительства Федерального агентства Российской Федерации по делам Содружества независимых государств. Сохранение общей исторической памяти – одно из основных направлений работы представителей российского сотрудничества в городе над Богом. Человек-глыба, человек-легенда. Это, знаете, все равно, что Ильи Муромцы в древние времена, да? А вот это вот Юрий Алексеевич Гагарин. В этом году, 9 марта, ему исполнилось бы 80 лет. Человек первый, который оторвался от Земли и полетел в космос. Несмотря на то, что он пробыл там всего 108 минут, вот его полет длился, но улетал он туда неизвестным, а вернулся легендой. Участники встречи смогли не только послушать познавательную лекцию и поучаствовать в диалоге, но и познакомиться с выставкой материалов о Юрии Гагарине «Первый и навсегда». Ведь о героях надо не только помнить, но и знать, что стояло за их подвигом, какая история, какие испытания и какие усилия были приложены для того, чтобы об их поступке помнили десятилетия.